Всем привет, с вами снова и как всегда Миссена Чарли, и я вас рада приветствовать в новом видео по передевашкам. Сегодня нашей жертвой с вами стала Эшли Моро, которая возрослела в предыдущей серии. Напоминаю, что она из-за челленджа летсплея Черная Вдова и является ребенком союза Изабель, моей Черной Вдовы, и конечно же Дона Лотарио, от чего можно посмотреть, особенно в профиль, очень читается его носик такой прям. Ну вообще весь там по себе ее профиль, прям его профиль, вот. Очень они не в этом отношении схожи, вообще черт нашей Изабель вообще никаких не остается, хотя если честно, я давно еще, когда переодевала ее маленькой, говорила, что у меня возникли какие-то, не знаю, проблемы, глюки с ее цветом волос. Я не знаю, с чем это связано, но даже тот момент, когда она возрослела, у нее были светлые, получается, блондинистые волосы. Я начала просто подумать о том, что все-таки наша Изабель блондинка, серьезно. Хотя она у меня есть в галерее с базовым еще набором, то есть, получается, с базовой игры я еще создавала, поэтому у нее там обычные черные волосы. В общем, я не знаю, как это вообще могло произойти, но я решила, что раз так судьба велит, сама игра вот так вот, то почему бы и не сделать. Ей светлые волосы плюс, даже вот подъемы с муглой кожи ей очень идет. Они, кстати, с этим, с Сириусом как-то схожи получаются, хотя, если честно, Сириус прям, ну, копия нашей вдовы, ну, ладно, о нем немножко погодя. Ну что ж, наша девочка, как вы могли заметить, я немножко ее уменьшила в объеме, потому что, когда она позарослела, она была, ну, слишком полной, вот. Ну, я опять-таки отмечаю, моя хорошая, если бы подростки были такого же роста, получается, как в предыдущих частях, я бы, может быть, этого не делала, но так как подростки здесь одного роста с полноценными взрослыми, то это все-таки нужно учитывать, иначе действительно, получается, не отличить просто-напросто. Вот, я ее уменьшила, не считается совсем таким криминалом, ну, вы можете, конечно, писать, что они там, как обычно. Потом еще в конце единственный такой вот момент, да, я ей лицо вообще не трогала, если что, вот. Единственное, что я ей потом чуть-чуть уменьшила, это шею, потому что поняла, что она какая-то слишком массивная, вот. То есть, когда ее уменьшили, она какая-то, правда, большая получилась. Может быть, не знаю, может быть, в дону таким образом, может быть, и в дона. Так как я не стала ей заменять лицо, я решила добавить ей немножко маску на лицо, ну, получается, вот этот оверлей, если так считать по-английски, как он называется. А все дело заключается в том, что этот оверлей, он не особо меняет внешность. То есть, чуть-чуть он скорректировал ее недостатки. Вот, и она стала выглядеть очень такой кукольной, действительно романтической натурой, которой, собственно, не является. Ну, что ж, гардероб я решила сделать ее подставить, ну, светленькой девочке, хотя на ее коже, конечно же, как и на коже маме, очень хорошо смутся золотом. Вот, ну, и, получается, именно такие аксессуары, позолоченные, я и использовала. Они хорошо сочетаются абсолютно со всеми, со всеми, любым цветом. Вот, но в целом ее гардероб, он нежный. Я напоминаю, что я выбрала черту ей родственная душа. Также напоминаю, что это мне выпало случайно рандомом. То есть, я это не выбирала. И когда она мне это выпала, я посчитала, что, ну, здорово, почему бы и нет, если так сделать. Потому что все-таки оба родителя, у них есть черта романтик. Плюс у них одинаковое стремление, серийный романтик. Вот, ну, а тут я решила отыграться как-то на девочке. Пусть она пускай будет творческой личностью немножко, все-таки она будет меломаном. Будет играть в инструментах. Также я посчитала, что потом, когда она еще уже вырастет, у нее будет черта ревнивая. Ну, я не знаю, получится ли у нас встретить ее еще день рождения или не получится. Но, как бы то ни было, она не будет тем персонажем для той черной комнаты. Да, потому что у меня черный-черный персонаж, он где-то в другом пока месте. Я пока не знаю. Или, может быть, сейчас Изабель его носит, этого маленького готика, можно так сказать, мизантропа. Или это будет следующий ребенок. Я хочу отметить, мои хорошие, что у меня есть мечта идиота, чтобы Изабель родила пять человечков маленьких. Вот, то есть максимально пять, вот, пятый ребенок будет последним. И, скорее всего, это будет от Малькома. Ну, что ж, пупсы, на этом я с вами прощаюсь. Ставьте пальчики вверх. С вами была Костя, с вами был Миссан Чарли. И встретимся с вами в летсплее. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok